МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Хронический блокаут с ГЭТ. В Саратове снова возникла угроза остановки работы электротранспорта. Бунт частного извоза. Таксисты ополчились против столичных агрегаторов. Луч света в темном царстве. Как депутаты помогают с капремонтом в Саратове. Трамваи и троллейбусы в Саратове могут прекратить работу. Угроза блокаута возникла из-за многомиллионных долгов за электроэнергию. Красный свет перед подвижным составом грозится зажечь СПГС. На прошлой неделе руководство электросетей направило мэру Михаилу Исаеву предупреждение. В письме говорится о частичных ограничениях. Для начала обещано обесточить административные здания СГЭТ, а также депо. Если же выплата долгов не начнется, то процедура банкротства предприятия будет неизбежна. Можно ли спасти саратовские трамваи и троллейбусы? Почему СГЭТ регулярно оказывается на грани финансового краха? Какие шаги предпринимают власти, чтобы вывести Саратовгорэлектротранс из пике? Без пяти минут скоростной. Трамвай «Тройка» не торопясь отделился от конечной и движется в сторону остановки на Московской. Здесь его заждались. Но табличка в депо рушит планы на вечер тех, кто предпочитает экологический транспорт автобусом. И так здесь очень часто в промежутке между шестью и семью часами вечером. В народе сахатый, он же троллейбус. Шатка-валка крадется по Вавилово. Неуверенная походка в целом передает суть происходящего в МУПСГЭТ. Недавно директор СПГС обратился с письмом к главе Саратова Михаилу Исаеву, что скоро повернет рубильник в сторону отключения. По состоянию на ту неделю это было 147 миллионов. Пока долг продолжает расти. Иски у нас находятся в постоянной работе. Исполнительных листов у нас очень много. Но мы их не запускаем в работу. Зная о том, что есть много стратегических проектов области. Если мы сейчас все направим в работу, мы просто все счета заморозим, и все эти проекты остановим, понимаете? Проводником между руководством СГЭТ и пассажирами выступает сам мэр Михаил Исаев. По его словам, сейчас постоянное напряжение не только с СПГС. Весь электротранс искрит долгами. На сегодняшний день на самом деле большая задолженность. Больше 400 миллионов рублей. В основном это энергетика. Какими должны юридическим лицам за какие услуги. Теперь, что касается тех решений, которые мы видим. Чтобы поправить ситуацию, необходимо сформулировать программу. И новый руководитель марта месяцем эту работу закончит, проанализировав. Там несколько направлений. В том числе и работа, которая должна проводиться по возмещению до тарифа за льготные перевозки. Потому что этим видом транспорта пользуется достаточно количество людей, студенчества. И все, кто заслуживает разной категории граждан, эти льготы. Конечно, это внедрение всех технических средств. Я имею в виду возможность оплатить безналичным способом. На сегодняшний день мы прорабатываем и проводим переговоры по внедрению маршрутной карты дорожной. Которая будет сочетать не просто разовый проезд. Наличный или безналичный. 21 на сегодня или 23 рубля. Но и будет пакет предлагать. Каждый гражданин для себя удобный этот пакет будет приобретать. Там разная будет стоимость в итоге одной поездки. Подобная ситуация на предприятии уже складывалась пару лет назад. Только задолженность была в два раза меньше. 70 миллионов рублей. С недавнего времени СГЭТ возглавляет Владимир Прохоров. Вот он сидит на совещании у мэра. Его же решением рулить электротранспортом он переведен из Дорстроя. После скандальной истории с расходованием средств на контроль численности бродячих собак. Как результат скандал федерального уровня и уголовное дело в отношении сотрудников. Эхо этой истории до сих пор доносится из-под колес проезжающих мимо трамваев. Мэр Саратова, несмотря ни на что, ставит задачу сохранить и развить электротранспорт в городе. В общей массе задолженности долг перед СПГС это довольно существенная сумма. Но даже в случае погашения так и останутся километры искореженных трамвайных путей, на чьё восстановление потребуются миллионы, устаревший подвижной состав и многие-многие другие проблемы. Депутат Андрей Карасёв как рыба в воде по вопросам общественного транспорта, особенно трамваев. За приверженность к этому виду он даже снискал народную любовь. Когда-то меня звали трамвайный депутат, ну я это не в обеду, потому что практически, так как я ветеран, я в город езжу Мана, а на все наши мероприятия езжу в трамвай специально. Это лишь лирическое отступление. В сознании депутата есть пошаговая стратегия, как вернуть экологическому транспорту былое величие. Один из пунктов – сделать трамваи и троллейбусы дешевле автобусов. Это ускорит оздоровление экономики МУПСГЭТ. А если 23 рубля оставить на транспорт автобусы, а сделать проезд в электротранспорте 20 рублей, и сделать хорошую рекламу, что электротранспорт движется быстрее, ну у нас же везде реклама идет, почему здесь за эту услугу не можно рекламировать? Это раз. Еще один момент. А что нам область платит? Городу? Я думаю, вам кто-то сказал, ведь 23 рубля, а область нам компенсирует всего 12 рублей. Льготник, вот я льготник. 12 рублей компенсирует. Остальные, это значит те деньги, которые мы не можем отдать электрикам, не можем отдать саратовским распределителям электросети, или будем говорить так, кто снабжает все полностью СГПС. Вот. А вот и есть. Потому что это не дело, когда половина финансовых средств, которые должна область переводить, она не переводит. Она не только на эти цели не переводит. Вот посмотрите, что это выполнение бюджета положено 100%, а у нас по всем даже на спроектах выполнение 90%. Городская власть же предлагает начать с подвижного состава по принципу «все новое, хорошо забытое старое». В конце декабря мы получили 7 троллейбусов. Вы знаете, что через Мосгортранс мы будем и привезем еще 10 троллейбусов в срок эксплуатации, которое идет обновление в городе Москва. Им там практически до 10 лет. И мы сделали заявку на участие в федеральной программе приобретения муниципалитетами подвижной состав. Мы определились по троллейбусу. 30 вагонов такую мы... 30 единиц дали заявку. Мы подходим все равно к реализации проекта «Скрасной трамвай». Мы определились по маршруту номер 3. Проект сделан. И при подтверждении финансирования мы в этом году, возможно, уйдем в первый этап реализации. Там подразумевается в том числе и приобретение новых современных низкопольных составов с полным комплексом услуг и кондиционирования, информационных оповещений и так далее. Энергетики же предлагают мыслить менее глобально, а вернуться к вопросу возвращения долга, пока напряжение не выросло до полного отключения. «Уже прошло установочное совещание на базе прокуратуры. Нас собирали, в том числе с представителем ИСГЭТа и лиц, принимающий решение на уровне правительства. Прокуратура принимает решение на данный момент о мерах прокурорского воздействия. После какой-либо обратной связи с стороны правительства будем думать о дальнейших действиях. Тем более мы надеемся, что нас услышат и хотя бы составят план графика погашения данной задолженности». В любом случае новые старые троллейбусы не смогут ездить без электричества в проводах, а такими темпами блэкаут не за горами. Остановка, пусть даже и временная работа СГЭТ, прежде всего ударит по конечным потребителям, то есть пассажирам. А не секрет, что, по крайней мере в Саратове, этот человеческий подвид и так не избалован даже минимальным комфортом. Не обновлявшиеся годами электротранспорт, автохлам из Европы, который называют автобусами, отвратительная организация работы общественного транспорта в целом и грезы о скоростном трамвае. На фоне безрадостной картины все больше число горожан делают выбор в пользу личных авто или пересаживаются на такси. Кстати, рынок таксомоторных услуг с каждым годом приобретает все более цивилизованные формы. Мы практически ушли от бомбил, данный класс перевозчиков впору вносить в красную книгу. Внедрение информационных технологий, приемлемые тарифы, широкий выбор компаний делает этот вид транспорта едва ли не самым удобным и привлекательным. Несколько кликов по экрану смартфона и вот уже у порога вас ожидает авто, которое за небольшие деньги домчит в любую точку города. Поездка на несколько человек и вовсе может выйти дешевле, чем на общественном транспорте. С этой идиллией, правда, согласны далеко не всем. Прежде всего, сами работники частного извоза. В Саратове вновь взбунтовались таксисты. В Советском Союзе такси было государственным и не таким доступным, как в наши времена. Это сейчас можно открыть приложение и заказать любое зеленоглазое, выбрав самое подходящее и по цене, и по комфорту. Выбираем, куда привокзальная площадь заказать такси. И тут же был назначен комфортный автомобиль, который прибыл через три минуты. Вот эта поездка стоит такие, эти деньги? Без доплаты нет. Какая цена, на ваш взгляд, от нашего местоположения до подзала? Где-то порядка 100-120 рублей. Вот так средний свой доход, какой у вас? Чистый, ну я думаю, где-то 1050 может остается. Ну а сюда, опять же, не считаю, что мне приходится ремонтировать машину. Вот. И условия труда, то, что для того, чтобы заработать мне эти 50 тысяч, я должен ежедневно, практически без выходных, работать по 14-16 часов. До диспетчера дозвониться можно, по идее, но очень тяжело. И вопросы решаются практически в одностороннем порядке. Ты козел, почему-то не делаешь то, что тебе обычно говорят. Именно низкая цена за услугу перевозки и заставила выйти на акцию протеста часть саратовских таксистов. Утро понедельника 2 марта началось с фейковых заказов, которые делали сами водители. Таким образом, они пытались обратить на себя внимание Яндекс.Такси и Сити Мобил. Семь утра, парковка у здания старого аэропорта. Не совсем массовый, но протест. Около ста человек собрались, чтобы выдвинуть свои требования агрегаторам. Уже на дворе 21 век. Бензин стоит 43-46 рублей. А цены у нас в данный момент 2000-х годов почему-то. Вот. Второй момент. Естественно, повышение цен, честный таксометр. Потом понижение комиссии, потому что не заведомо за что, непонятно нам, за что они берут 20-25% с заказа. Я вот в Яндексе, например, работаю, да? Мне вот не устраивает то, что я не вижу конечной точки. То есть я еду, можно сказать, в никуда. 39 рублей, 49 рублей. То есть люди, три человека садятся, сидят в машине, сбрасываются мелочью, и сидят еще, говорят, о, мы дешевле, чем на автобусе, сейчас доедем с комфортом от подъезда до подъезда. И какому-то общему согласию, чтобы и для пассажиров были адекватные цены, и для водителя. Последней каплей, как говорят таксисты, стало нападение на их коллегу. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Пассажиры заказали такси, не указав, что с ними будет ребенок. Водитель отказался вести семью, так как специального кресла у него не было, и предложил вызвать другую машину. А почему вы конкретно ездите без детского кресла? А потому что у меня его нет, и я не обязан его возить. А почему у вас его нет? Вы таксист. Выходи, сынок, вы заказывали новую машину. Ты что, попутал, что ли? Ты за сотки что ли попелся, блядь, а? Коль, блядь, медальные, блядь. В чем была моя провокация, я не знаю. Я им отказал от поездки, они полезли в машину. Я их что, сельком туда затаскивал? Ну, в принципе, это уже пускай разбирается, кому надо на это разобраться. Яндекс у меня связался, сообщение написал сразу же, буквально. Они мне ответили, когда уже в сети появился видео, через три дня они мне позвонили, спросили, как мое самочувствие. Типа, извинились за долгий ответ, и все. Дали промокод на 12 часов там. Я так скажу, чем ниже цена поездки, тем чаще попадаются такие пассажиры. Мы рассматриваем случай вот такого откровенного хамства и даже там близкого с криминалом, да. И здесь нельзя делать какие-то выводы на основании одного случая, что таксисты не защищены, там пассажиры не защищены, потому что, ну, это та ситуация, которая должна разбираться в органе полиции. С детскими креслами, ну, в последнее время ситуация стала чуть полегче, из-за того, что произошли изменения в правилах дорожного движения. Если раньше до 12 лет была необходимость перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, то теперь правительство изменило ПДД два года назад, и сейчас такое требование сохраняется для детей до семи лет. Конфликты из-за детских кресел, а вернее их отсутствие, не редкость. Многие родители признаются, порой дождаться машины с удерживающим ребенка устройством очень сложно. Вот с ним я могу проехать на такси и буду ждать такси долго, но шанс есть. С ней я не могу проехать, а с двумя я совсем не могу проехать. Крайне редко приезжает такси с креслом, либо даже если пишешь в комментариях, то приходится очень долго ждать этого такси. Операторы говорят, что, ну, как бы берут вызов, а по факту сами водители уже на месте отказываются. Такси, конечно, пользуемся. Я очень часто на них езжу. Меня удивляет, что иногда приезжает очень грязное такси, иногда таксист очень грязный, курит, невоспитанный, неинтеллигентный. Я ни разу в грязной машине не ездила, несмотря на разное время года. Никто меня ни разу не оскорбил ни видом, ни словом. Я пользуюсь, пока все нормально было. Еще Яндекс.Скидки делают. Какие, расскажите. Вчера я доехал за 29 рублей. Всего. Где-то километра три ехал. Последние 10 лет государство пытается регулировать рынок таксомоторных услуг. С 2011 года для перевозки пассажиров требуется специальное разрешение. По информации областного Минтранса, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 1300 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и 11 тысяч автомобилей, которые занимаются частным извозом. Но влезать в ценовую политику перевозчиков государство не собирается. Здесь нужно понимать, что непосредственно перевозки осуществляют таксисты. Они имеют право работать с агрегатором, с одним, с несколькими. Могут работать по заказам с юридическими лицами, осуществлять перевозку каких-то постоянных клиентов. Работать сами в поисках заказа на улицах, на каких-то перекрестках. И, естественно, тарифы они сами себе устанавливают. Регулирования тарифов на перевозке такси нет, никогда не было. Для атаксистов это очень сложная ситуация, потому что уровень, так сказать, их дохода низкий, что тут же приводит к тому, что на рынок выходят люди не сильно, скажем, квалифицированные, часто приезжие, работать им приходят сутками, из-за этого они засыпают за рулем, из-за этого условия труда у них тяжелейшие. Если говорить про законы таксистов, насколько я помню, то, что обсуждалось, то запретить им работать в нескольких агрегаторах одновременно и лучше контролировать то время, которое атаксист проведет за рулем. Не для того, чтобы ущенить его возможность зарабатывать, а для того, чтобы его, наоборот, защитить от переработки, что плохо может сказаться на аварийности. Одно из основных требований таксистов – самим устанавливать цену поездки. Такими привилегиями сейчас пользуются так называемые бомбилы на привокзальной площади. Если мы приехали на вокзал за 52 рубля, то местные таксисты согласились нас довезти обратно за 200. Людям интересно подешевле съездить. Ясное дело. А к нам уж куда человек приходит, мы тогда везем. Мы собираем остатки. Многие таксисты поддерживают своих собратьев, но выходить на акцию протеста не хотят, потому что им надо кормить семьи, да и не верят, что что-то можно изменить. Я поддерживаю, но обстоятельства. До свидания. Всего хорошего. Представители агрегаторов Яндекс.Такси, Ситимобил и правда на связь с таксистами не выходили, и комментарии СМИ не дают. Правда, стали отдельных водителей блокировать, что и случилось с Вадимом Разуваевым, который участие в акции не принимал, а лишь приехал осветить мероприятие как инстаблогер. Лично я не вижу в этом смысла. То есть вот результат. Все, кто либо заблокирует, либо опять это никто никого не услышит. Не все водители идеальные. Кто-то хочет получить 500 рублей, никуда не ехать. А в основной массе, кто хочет работать, она работает. Да, это 14 часов. Но 14 часов они откатывают, они, допустим, берут два выходных. То есть у них за недельный заработок выходит месячный заработок нормальный. На этой неделе водительский протест в Саратове начал приобретать и политическую окраску. Во вторник к месту сбора таксистов приехал депутат-коммунист Николай Бондаренко. Вроде как поддержать народ и вдохновить на дальнейшую борьбу. Будет вторая волна забастов, которую мы хорошо осветим, которую мы заранее подготовимся. А после этого надо выходить на митинг. Они другое ничего не слышат. Правительство не слушает тех, кто ничего не может такой опасности им создать. Они слушают только, когда дороги перекрывают, когда выходят забастовки организуют, когда это массово. Никто не слушает. Я просто вот эту кашу 10 лет кушаю. Я знаю, когда они вообще внимания на это обращают. Вашин 100 200 брать автопробег по городу. Да, очень правильно. Очень правильно. Мы юридически поможем это все организовать. Мы поможем это организовать. Давайте, согласование 10 дней на этот автопробег. В советские времена, о которых, возможно, тоскует депутат Бондаренко, устроиться на работу в такси было непросто. Доходы в том числе и левые у водителей были неплохие. Но и вкалывать приходилось по полной. 83-летний пенсионер, отказавшийся называть свое имя, в такси уже более 30 лет. Считает, что сейчас среди его коллег много людей случайных. Когда в такси сложно, сложно устроиться было. И потом в такси профшофера не возьму. Нужно ли второй, или первый класс. Тогда были классы. Второй класс, да, и не менее 3-4 лет стажа было. Тогда только в такси брали. Мы, водители такси, мы прежде должны на человека ориентироваться, который мы обслуживаем. Мы должны его обслужить, чтобы он доволен остался. Вот здесь или туда подальше? Можно подальше? Да не возьму я, не возьму. Я не такой человек. Я все равно еду в Индекс. Совсем недавно в Яндекс.Такси появился рейтинг пассажиров. И теперь водители воспользовались этим как инструментом для борьбы с агрегаторами. Они готовы намеренно ставить самые низкие оценки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Несколько лет назад Саратов уже сталкивался с забастовкой таксистов. Тогда свое недовольство выражали водители службы «Везет». Они тоже требовали повышения тарифов. Протест, по сути, ничем не закончился. Работникам сделали небольшую прибавку. На этом все и успокоились. Нынешние требования нельзя рассматривать в отрыве от экономики. Помятуя о том, что наш регион вот уже который год признается одним из самых бедных в стране, сомнительно, что даже значительное повышение тарифов сделает таксистов богаче. А вот работы у них гарантированно станет меньше. В Саратове найдены действенные механизмы реализации программы капитального ремонта. На протяжении пяти лет исполнение крупнейшего по своим масштабам коммунального проекта хромало на обе ноги. Краткосрочные планы неизменно срывались. В областном фонде капремонта ежегодно менялось руководство. Инициатор реформы федеральный центр до сих пор не может объяснить регионам, как ремонтировать дома, которые имеют статус объектов культурного наследия. И все-таки луч света в царстве капремонта появился. Правда, пока лишь в одном районе областного центра. Капитальный ремонт вам известный или нет? Я думаю, что у вас вызывает больше положительный или отрицательный ремонт? Положительный. Наши ТСЖ постоянно проводят ремонт кровли, в подвале трубы меняют. Крышу сделали нам где-то, в подъезде сделали ремонтик. Трубы сделали уже вид другой у дома. Водосточные. Я думаю, что это хорошо. Хотя бы деньги не пропадают где-то. Хотя бы их реализовали. 50 на 50 у меня мнение по этому поводу. 50 в положительное, что все-таки что-то делается. И 50 в отрицательное. Медленно это все происходит. Ремонт имеет место быть, да? Я думаю, да. Потому что законодательно мы от этого все равно никуда не денемся. Но все в наших руках. От него не спрятаться, не скрыться. Капремонт уже шестой год шагает по Саратову. Где-то уверенно, а где-то спотыкаясь и со скрипом. Те дома, что дожили и пережили его, могут уже сегодня похвастаться обновками. Вот такая новехонькая крыша теперь у дома по адресу Танкистов 59 в Кировском районе. В свои 60 лет дом увидел новое отопление и современную электрику. И только после выполненных работ, рассказал директор управляющей компании Олег Бычков, люди перестали относиться к капитальному ремонту, как к стихийному бедствию. Когда уже работы начали выполняться, ну, соответственно, люди увидели, за что денежные средства отдаются, конкретный результат своих работ. И отношение совершенно другое стало. Ключевые моменты проведения капитального ремонта для нас, как для управляющей организации, это, конечно, общение и контакт с населением. Нужно быть открытым, общаться с людьми, все их пожелания стараться учитывать. Грамотный подрядчик на рынке, управляющая организация, которая не пассивно участвует в проведении капитального ремонта, а заинтересована в первую очередь. Ну, я не понимаю, как незаинтересованным нужно быть в этом моменте, так как люди доверили нам обслуживать жилье. Поэтому однозначно за те денежные средства, которые оплачивает население в рамках содержания и ремонта жилья, выполнить такой объем работ у нас не представляется возможно. И поэтому мы очень счастливы и рады, когда фонд капитального ремонта заходит для выполнения капитального ремонта на данных домах. Своими силами мы бы, конечно, не смогли произвести такой ремонт. Но опять же я хочу сказать, это все в команде. Это все благодаря кропотливой профессиональной работе управляющей компании, это фонда, да, фонду капитального строительства и подрядчиков. Дому по адресу Челюскинцев 105, считают жители, с капитальным ремонтом тоже повезло. Работы по замене крыши у 45-летнего здания осенью прошлого года подрядчик провел быстро и качественно. Готима была снежная, снега было много и вода заходила туда в стыки. Сейчас вот все обновили, ничего нет. Быстро работали? Быстро, ребята, так работали. Все поменяли, все сделали. Очень важно в программе капитального ремонта, чтобы все участники заинтересованные и жильцы, и управляющие компании, и администрации взаимодействовали. Это как раз тот самый случай, потому что жильцы оказывали посильную помощь. Мы им очень благодарны. И таких отремонтированных за три года многоквартирных домов только в Кировском районе почти полтысячи. Еще 126 ждут в своей очереди в этом году. Ждут не только с нетерпением, но зачастую с настороженностью и недоверием. Не секрет, что пока система в Саратове работает, что называется в ручном режиме, с гибкими решениями и корректировками по ходу действия, рассказывала директор регионального фонда капремонта Вера Прохорова. Но только методом проб и ошибок, набивая и исправляя зачастую капитальные шишки, можно убедить горожан, что программа при умелом подходе работает. Конечно, реакции граждан много, и все они разные. Имеют субъективный и объективный характер, уже имеют положительную динамику и положительный характер. Если раньше капитальный ремонт, можно сказать, в большинстве своем никто не ждал, то теперь ситуация меняется. И если, допустим, жильцы соседних домов видят, что, например, происходит капитальный ремонт на соседнем доме, знают, что их дома также включены в краткосрочный план текущих периодов, они непосредственно уже сами взаимодействуют с теми подрядными организациями, которые у нас работают на домах, просят прийти их заранее посмотреть, рассказывают о том, как они могут оказать взаимодействие при проведении работы, предоставить доступ к имуществу. Очевидно, что капремонт – работа командная, и результат здесь зависит от четкого взаимодействия жильцов, управляющей компанией, подрядчика и администрации. В особо сложных случаях помощь оказывают представители депутатского корпуса. У нас с депутатами областной думы были созданы рабочие группы по ряду многоквартирных домов, которые мы называем сложными для производства работ по капитальному ремонту. Вот, в частности, мы сегодня были с вами на доме Астраханская 140, где еще предыдущими краткосрочными планами был предусмотрен капитальный ремонт, замена лифтового оборудования. Дом сложный и требовал специального четкого технического решения. Совместно с депутатами, членами рабочей группы такие решения были найдены. И сегодня мы с вами убедились, что выполнение капитального ремонта возможно и в домах, которые требуют отдельных технических решений. Сложность в старых домах в том, что здесь люди живут. Здесь постоянное движение людей, дети, пожилые люди. Надо за этим следить внимательно. По этому адресу на данном этаже живет инвалид. Стараемся в срок завершить работы и максимально быстро вести депутатную эксплуатацию. Любой ремонт – дело непростое и хлопотное. И если в ваш дом пришел капремонт, не спешите паниковать и протестовать. При правильной расстановке сил вы заживете под новой крышей с новой системой отопления, трубами холодной и горячей воды. Если же присмотреться к капиталке поближе, можно заметить, как через некоторое время снизятся цифры в вашей платежке за услуги ЖКХ. Мы проводили анализ по многоквартирным домам, где произведен был капитальный ремонт системы теплоснабжения. И после проведения капитального ремонта, так как используется при его проведении более современный материал, полипропилен, который обладает меньшей теплопроводностью, и, соответственно, потери меньше. То есть это помогает экономить тепловую энергию в размере до 50%. Люди все видят в своих квитанциях, конечно. Согласно программе капремонта, за 30 лет в Саратовской области должно быть спасено, а, иными словами, отремонтировано 11 740 домов. Каким станет прекрасное далеко этого жилфонда Саратова, сказать сложно, но, учитывая опыт Кировского района, есть надежда, что оно окажется оптимистичным. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин